Добрый вечер! 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 И я сама понимала где-то это в душе. А вы не задавали ему вопросы? Или боялись ранить? Добрый вечер! то, что пишется, является реальными изменами. А вот эти женщины, которые у нее появлялись, они в вашу жизнь вторгались? Вы знаете, я никогда не задавала вопросов, не задавала имен. Хотя мне рассказывали, кто был, сколько это продолжалось. Ну, это со временем, собственно, узнается. Но я бы в вашем таком характере, он бы даже не скрывал. Он бы сказал, конечно, Оля, а в чем проблема? Нет, скрывал бы. А свекровь что, знала? И что она говорила? Кто-то ему такая, да, чтобы моему мальчику? Она просто, мне не сообщали. Вот как-то так жалели меня, думали, что не узнает. Нет, они вас не жалели, они вас не уважали. Может быть. Все вместе. А потом муж вообще предложил вам что? Давай, говорит, поживем отдельно? 12 лет прожили. А он просто, он сказал, я должен побыть один, ты не против. А то надорвался, наверное. Я, честно говоря, очень переживала. Но вы сказали, конечно, нет, вы же привыкли с 12 лет все съедать. Вы знаете, я сказала, конечно, да. Что вы не против? Ну, я понимала, что безвыходная ситуация. Ну да, ради ребенка я могла бы простить, конечно. Конечно, не просто могла, она должна и обязана. Это женщина, которая должна сохранять отчет. Вот он уходит. И уходит. И живет прекрасно. Помогает вам с сыном? Да, ну, на ребенка он... А теперь моя любимая глава. Называется «Дура, дура, дура я, дура я проклятая». Скажите мне, пожалуйста, милая, чем же объяснить? Вот он ушел в такую растеку, оставил вас с ребенком. И вы на протяжении скольких лет у вас никого не было? Семи? Семи. А почему? Не то, чтобы никого не было совсем. Нет, вообще. Ну, никак близости к телу, нет. У меня есть какие-то свои правила. Конечно, у вас же два мужчины, любимых. Ну, есть такой момент. И вот этот вот, не пока я не скажу, я в конце программы скажу, кто он. Мало того, ему вот стрельнуло прийти к вам, допустим, пообидать или поужинать. Да. А куда пойти? К дуре, к дуре, к дуре, к той, к дурочке проклятой. Я это позволяю. Честно, я готовлю. И с задумственным повидался. Ну, да. А вы наготове, в красивом платье, реснички подкрасила, и вот она я. Все в надежде, да? Честно говоря, в какой-то момент, я не знаю, сколько времени прошло, но я начала понимать. Просто, что... Он не вернется никогда? Ну, он сам мне об этом сказал. Он пожелал мне счастья, я пожелала счастья. А он зачем эту тропинку к вам протоптал-то? Пожратенький любит вашу еду, вкусно? Ну, не то, чтобы там, я не знаю, насколько она вкусная. Ой, самой от себя не тошнит вот от такой? Нет. Нет, не хотели однажды просто встать в позу и сказать... Вы знаете, иногда хочется. Это не столовая номер семь, дорогой. Хочешь видеться с ребенком, значит, давай сейчас определимся. У меня есть я, я моя личная жизнь, и ты мне просто мешаешь. Я такого никогда не могла себе позволить сказать, а я нет. Ну, возможно, она вот участием в этой передаче хочет разбудить в отце своего ребенка новые определенные чувства. Скажите, дорогая, а если вы, вот, допустим, он увидит вас в программе, какая вы красавица и умница, бросится вам в ноги и скажет, Олечка, прости за все, я правда был дурак, вот сейчас прости, но если вдруг... Вы знаете, слишком много было прожито. А вы знаете, что вот по каким-то таким необъяснимым причинам ваш муж изъявил желание сегодня прийти, посидеть здесь рядом с вами? Не может быть. Да. А зайдите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Здравствуйте. Привет. Спасибо. Роза, это вам. Спасибо, спасибо. Камара, это вам. Спасибо. Ну и очень скромно для Ларисы. Спасибо. А ты в горшке. Спасибо, да. Ладно. Моя любимая Света. Садись. Извините. Ну что? Это очень неожиданно. Ну это вообще... Да, интересно. Что это такое? Это бывший муж. Это не что такое. Он и так... Он очень много для нее значит. Да, я не терплю никакого багажа. Юрий, классная у вас жена. Жалко, что бывшая, да и не жена. Не страшно, что кому-то другому сегодня достанется? А я уже подумал, что если отдавать Ольгу, то только в хорошие руки и только так, потому что, а бы как я и сам ее себе оставлю, а в хорошие руки не жалко. Очень хочется. Приехал сюда выдавать свою бывшую жену, но это тоже некрасиво. Я не считаю это хорошим поступком. Скажите, а вы в курсе, что она из-за вас, из-за того, что вы так себя бестактно ведете по отношению к своей бывшей женщине, не может устроить свою личную жизнь? Вот эти вот ваши походы, посидим, покурим, я волосы распущу, обедик заодно. Ну вы не даете жизни. У вас все хорошо, вы прекрасно выглядите, у вас личная жизнь. А Ольга все ждет, бережет себя. Вдруг вы когда-нибудь, вдруг что-нибудь, и вы вернетесь, а Ольге кто-то есть или кто-то был. Я бы только рад за Ольгу, если так будет. А почему не отпустили до сих пор? Уходя, уходи. Нет, нет, послушайте, Юр, ну вы же не сейчас, как подросток себя не ведите. Уходя, уходи. Вы же давно поняли, что она не ваша женщина? Давно, поэтому не женились, правда? Ну, да. Ну а почему бы так взять и не сказать? Оля, перестань тешить. Я люблю Зину, Раю, Валентину, кого угодно, только не тебя. Устраивай свою жизнь, малышка. Сыну буду помогать, а ты мне не нужна. А, что это за такая нежность дружеская? Это забота. Сын еще несовершеннолетний, помогать надо. А что не взяли его к себе подростка, который также, судя по всему, относится к маме, как и вы, как вы научили. У него пример такой, женщину уважать не надо. Да нет, я Ольге не один раз давал понять о том, что она абсолютно свободна в своем выборе и может в любой момент... Ну ты же по-разному можешь сказать. Это правда. Это правда. Едая и хваляя ее помпушке с борщом. Вкусно, конечно. Жалко, что этот борщ кто-то будет есть другой. Нет. Хотя я хочу, чтобы ты устроила свою личную жизнь. И так, как ну раз, и нечаянно слезу смахнул свою. Гадскую, лживую и фальшивую. Ай, так же тоже можно. Так и было так не один раз. Здесь, мне кажется, просматривается не желание найти нового, а вернуть и узаконить то, что было прожито и нажито. Ходите зачем все эти годы? 12 лет. Чего вы там забыли? У меня там сын. И что? Забрали бы к себе и сказали бы, Оль, выдохни, блин, оторвись, найди себе кого-нибудь, а сын пока поживет со мной. Или там баба ваша очередная мешала? Сын тоже это такой человеческий фактор. Сын Ольга знает, что он... Так он и говорит, что никому не надо. Вот мама пускай обслуживает меня. Никаких детей еще от будущих, собственно говоря. Прямо копия вы. И я так думаю еще, что он и будет против, чтобы вы замуж вышли. Да, против. А вы подогреваете. Я буду за. Ну если она ему не нужна, то мы ее завоюем. Хорошо. Она твоя, Василий Слав. Я думаю, мы попробуем завоевать ее сердце. Конечно. Ну что это за конкурент? Ты о чем? Оля, а что, прям позовете, правда, бывшего на свадьбу, если что? Конечно. Я приду. А правда? Конечно. Чтобы что? Чтобы унизить еще того мужчину, который вот сейчас прямо уже бьется для того, чтобы вас вытащить? Нет, я не хочу никого унижать. Я думаю, нужно искать компромиссы. Давайте тогда. Какой компромисс? Какой вы компромисс предложите своему мужу? Своему будущему мужу? Наверное, я за Ольгу отвечу. Если будет достойный, найдостойнейший человек, то... Ну не вам судить. Это ваше какой собачий дело? У меня, ну так получилось, у меня не будет ни обид, ни претензий, если с вами попадется без меня. Вы даже ей не муж, вы вообще никто. Вы даже не сожитель. Вы биологический отец ее ребенку, а вы ей никто. Вы никакой не муж, вы им никогда не были. Вообще не имеете права на Ольгу. Вы ей испортили жизнь, вы хотя бы это осознаете? Нет, это неправда. Ну нет, вы сейчас... Ларис, это вот даже Ольга скажет, что жизнь ее только улучшилась, а никак не ухудшилась. Правда? Да, образование получили. А почему вы не женились на Ольге? Я работала. Ладно, давайте тогда, Юра. Вот этот вопрос я хотела... Можно я, секундочку, а почему не женились на Ольге, если вы... Все у вас так было мармелад, все так хорошо. Почему не женились? Она же ребенка вам родила, и ничего от вас не хотела, малости только. Уважение. Мы с Ольгой не один раз обсуждали вопрос по поводу свадьбы. А вы как обсуждали? Оль, ты же понимаешь, что я на тебе не женюсь никогда? Не было такого вообще никогда. Мы обсуждали даже детально какие-то вещи. Оля, делал предложение, Юра? Предложение не делал, но мы обсуждали свадьбу. Слушайте, вот сидит искренний, честнейший человек и говорит, не делал он мне предложение. Я говорю, не делал, нет. А тогда что вы обсуждали? Обсуждали возможную свадьбу. Свадьба и предложение-то разные вещи. Нет, послушайте, обсуждать свадьбу, не делая предложение. Ну, можно так. Ой, я вот была у Роски на свадьбе. Давай пообсуждаем ее. А когда обсуждается совместная свадьба, то до этого ударится плюшевое колечко и говорится, Лилек, иди за меня, милые. И в ЗАГ завтра. Да. И свадьба у нас там 15. Так вот почему не женились-то? Просто причина. Причина были оба молодые на тот момент, когда уже получилось, что сын должен появиться. И, в общем-то, меньше думали о свадьбе, больше думали о том, что у нас семья будет полноценная. А можно, например, без свадьбы, да, а просто, чтобы штамп в печи. Ну, для женщины это важно, чтобы штамп стоял в паспорте. Мне кажется, это для многих людей не важно. Это для вас не важно. Для многих людей. Для непорядочных мужчин. А для женщины важно. Важно, Оль? Это важно. Конечно, важно. Конечно. Вот, поэтому самое большое, что вы можете сделать, и самое лучшее для Ольги, исчезните. Какая она обладательная. И какие у него эмоции. Настоящие. Подарите любимым стройную фигуру. Диета Елена Малышева. Набор готовой еды для снижения веса. Готовить не надо. Все же сделано для вас. Просто ешьте и худейте. Диета Елены Малышевой. Набор еды для снижения веса. Заказывайте на сайте dietamalushевой.ru или по телефону 8 800 555 30 44. Давайте просто вот отвечайте на вопросы, да, без вот этих. Вот мы уже поняли, что вы добрейшей души, просто ангель с ангельским терпением человек. Мне не так очень важно. Другого, другого. Кто переломал вам хребет и в какое время, и в каком возрасте. Да девчонка была, потому что. Нет. А мама с папой кто? У меня нет мамы. А-а-а. Кто воспитывал? Нет, просто мамы нет уже какое-то время. Юра воспитывала, Ларис. С 18 лет Юра воспитывала. А вам сколько было? Вы расстревали ее с 17 лет. Давайте фотоархив посмотрим. Воспитывали уже. И так и есть. Оля, если хочется плакать, плачь, дорогая. Вам хорошие алименты платит Юра? Ну, мне хватает на содержание. Нет, алименты хорошие и хватает. Это две разные вещи. Вы понимаете, у нас своя договоренность определенная. Ну, то есть вас все устраивает? Не платит алименты он. Нет, почему? Или зарплату он приносит? Нет, зарплату я сама получила. Пасюш, ну что здесь такого вот сказать, если... Вот скажи, что нормально помогает. Конечно, помогает. Да. Остался год. Да? Сыну 17. Сыну осенью 18. И все, дорогая моя. И вы уже можете не рассчитывать. А там только совесть Юрия. Помогает дальше институт? Ларис, совесть Юрия будет помогать, даже если она будет за богатым мужчиной замужем. Все равно Юрия будет помогать всегда. Сыну. И ей. А ей зачем? Нет. Так только ей понадобится помощь. Лучшая помощь, это знаете, как маленькие дети, когда говорят, лучшая твоя помощь не мешать мне. Она должна полюбить очень и очень от души, от сердца, чтобы забыть своего бывшего. Тамара, скажи, пожалуйста, что это за звезды так вот легли? Вот этой вот девочке замечательной. Вот они так и легли. Весы и восходящий узел в весах. Человек, который не мыслит себя без брака, и в то же время трудно его найти. Весы без партнера не могут жить, поэтому они прощают все до последнего и терпят все. И благодаря еще Венере в Диве. И придумает там брака-то не было, понимаешь? Тамара, брака-то так и не было, за что держалась? Если партнер другой, то она с удовольствием будет пользоваться его щедростью. То есть есть шанс? Конечно. Мне понятно. Проходите, знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Спасибо. Отомри. Отомри. Ну говори. Отомри. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Решил с вами прийти и познакомиться. Спасибо. Проходите, будем знакомиться. Ростислав. 37 лет. Юрист в департаменте транспорта. Любит путешествовать автостопом. Занимается шахматами и плаванием. Мечтает открыть бизнес-отель на берегу океана. Признается, что излишне педантичен. Предупреждает, что не любит девушек с татуировками. Знакомство Ростислава с девушкой-фармацевтом в аптеке было очень многообещающим. Но кроме разочарований ничего не принесло. Уверен, что с Ольгой у него все получится. Здравствуйте. Какое красивое имя, Ростислав. Что это за варежки вы принесли? Ну, можно вам сначала цветы подарить? Можно. Спасибо большое. Я вам приятно. Спасибо. Вами пахнут цветы, вашим партнером. Спасибо. Хотел бы подарить перчатки. Надеюсь, что вы разделите мое хобби катания на горных лыжах. Но если не умеете, я вас научу. Спасибо большое. Он как-то замкнулся, да? Да. Когда увидел, он заклинил. Может быть, он был влюблен? Любовь вперед взгляд. Я думаю, я должна одеть. Нет, не обязательно. Десять плова. Ну, я хочу. Хорошо, пожалуйста. Ростислав. Да. Садитесь, пожалуйста. Не раздражает Юрий здесь? Ну, просто я не вижу в нем конкурента, поэтому... Молодец. Молодец. Ай, молодца. Пятерочка. Зачет. Правильность. Повода для борьбы нет. Я тоже не собираюсь ни с кем бороться за Ольгу. Поэтому, в общем-то... А чем пришел спрашивание, да? Я не рассматриваю вообще никаких прошлых взаимоотношений. Для меня человек, идущий, входящий в новую дверь, прошлую жизнь должен оставить за дверью. Что за девушка-фармацевт на вашем пути попалась? На моем пути попадаются исключительно хорошие, лучшие девушки. Знакомство произошло случайно. Я зашел в аптеку не за гематогеном. За презервативами. Что? Ну что, а что, что ли на вечеринку? Правильно. Зачем? Он сказал, не за гематогеном. А я не поняла, зачем. За аспирином. Ну что? Увидел очаровательную девушку, и она мне очень сильно понравилась. И сказал, тогда лучше гематоген. По-моему, он как-то не уверен в себе. Не уверен. Мне кажется, это скрывает. Я никогда. У тебя уверенность гораздо больше, чем у меня. Да, конечно, с меня к дещани. Ничем у этого, кстати, бывшего. А вы почему не делали ей предложение, если у вас так все было мармеладно? Она хотела, чтобы я стал гражданином Белоруссии, а московскую квартиру на белорусскую менять не хотелось. Может быть, она, зовя его в Минск, хотела, чтобы он в ответ позвал ее в Москву. Потом вы хотели детей, а у нее была вот такая незадача. Как только она переставала принимать противозачаточные таблетки, ну это ее версия, у нее лицо покрывалось прыщами, правильно? Ну да, гормональные препараты улучшают кожу, поэтому она вот противозачаточные употребляла, и поэтому у нас... Она их до гробовой доски собиралась кожу беречь? Да. Ну, по-видимому, не хотела, чтобы... Именно с вами? Нет, пока я не куплю квартиру в Минске. Прощи не пройдут? Да. Как ты считаешь, как тебе реакция ее на него? Я считаю, что он такой же мертвый, как ее бывший муж. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Свидание... Бегом просто на свидание, бегом. Я даже вам разрешаю две минуты вместо в одной. Олег, а вы женаты? Вот, где? Ну, как же тебя так угрозило-то? Я не думаю, что так все плохо. Ну, может быть, все не так плохо, но в жизни не бывает случайных людей, и каждый человек это, может быть, мессия на жизненном пути, который идет к тебе навстречу, готова протянуть руку помощи и помочь... Я согласна, я готова изменить свою жизнь. Я иначе бы не пришла сюда. Он же приходил наверняка, прям уж я поверила, ну, конечно. Не, в ни в коем случае. Да прямо, ага, да, да, да. Я клянусь, здесь перед камерой, что я не ходил и не собираюсь ходить, и то, что вы думаете, что я там Ольга на таком поводке держу, никогда, нет, у меня принцип, я к бывшим женщинам никогда не предстоит. Вот живодер, а? Зачем? Прямо действительно? Да она в своих там ждала все. Умерла так умерла? Нет, 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 вы что, вы что, нет. Нет, он подъедал просто. Помогал и подъедал, может быть, и все. Но не приходил, это точно. Это вообще тогда, вообще, изуитская какая-то пытка. Она что, взорваться должна, что ли? Роза, мы приехали в Питер 10 лет назад, у нее до сих пор в Питере нет подруг, родственники все на Алтае остались, есть сын, есть я. Ну, а кто виноват в том, что у нее никого нет? Я должен подруг ей в Питере найти, или мужчину в Питере, вот сюда и то я убедил Ольгу приехать. Не она приехала. Так ваш сыночек не дает. Не хочет, чтобы она... Так я его к себе, знаете, сколько раз звал? Так что, обладает сын? Я его постоянно к себе зову и на выходные, и пожить, и уезжаю отдыхать с ним, отправляю ее с ним отдыхать, когда там нужно. Но он к маме привязан больше. Так, Роза, сейчас, извини, на не службу, скажи, чтобы они подольше там задержались. Ага, давайте-ка, сейчас я с Юрием, пока ее нет. Пусть они подольше задержатся. Скажи, минуты 3-4, если вы говорите. Вы слишком долго идете, Роза. Пока не выходите, сидите. Пока не позовем. А ну-ка, ваша версия теперь. Почему на ней не женились? Всегда понимали, что она не ваша женщина? Да. Давайте уже честно, сейчас мы вдвоем, пока без нее. Да, не всегда, но понимал. С определенного времени понимал. А что в ней не хватало вам для вашей женщины? Ну, наверное, харизма, энергетика другая. На все была готова? Всеядная? Мало-мало надовольствовалась? Скучно, неинтересно? Ну, наверное, скорее, ну... Такая рабская любовь. Такая рабская любовь. А авантюризм какой-то в женщине, правильно? Чтобы она была более открытая, разноплановая. Ну, опять же, меру он должен быть. Меру совсем без башен. Подожди секунду. Абсолютно. Потому что Венера в Козероге, с одной стороны, это постоянство, а с другой стороны, вот этот Марс в Трельце в Пятом доме, это, конечно, авантюрное чувство. Там, отпусть своими словами сейчас пока. Подождите, вы рвутся уже. Скажите, пожалуйста. Ну, а почему не отпустить? Почему сюда пришли? Что она вам, дочка? Мы много раз вот разговаривали за эти 7 лет. Я говорю, Оль, пожалуйста, дай мне спокойно жить. Потому что были ситуации, когда... Цепляется гирей? Я еду с женщиной с другой на машине или в магазине где-то, и случайно она видит, что я проезжаю на машине с другой женщиной или в магазине, все, после этого истерика. Я с сыном не могу видеться месяц, два, три. Все, так другой оборот. И что? Она говорит, вот тебя видела с бабой, сына не увидишь, да? Ну, примерно так. Было и не один раз. Первый год, а два точно. Ага, то есть рисовывается, что вы жертва. А вы говорили, что я тебя не люблю, оставь в покое. А она в покое не оставляет. Вот именно, так больше того. Еще и сын, в принципе, ее словами два года со мной рассказывает. У меня один раз на перекрестке, я останавливался на сессофоре, начал из машины выпрыгнуть, убежал. Потому что мама вот сказала, что у папы есть чужая, другая женщина. То есть у мамы маниакальное желание вас вернуть, и что вы еще будете рядом? Ну, я думаю, что она у нее, наверное, только-только начала заглухать, или глохнуть, или не знаю, там как, буквально, вот, может быть, год последний. То есть это она вас душит, вот этой своей любовью? Душит бесконечно. Поэтому я понимаю теперь, почему вы пришли? Для того, чтобы уже ее отдать в хорошие руки? Хорошие, добрые руки, Ларис. И все. Хорошие, добрые руки. Роза, зови. Больше? Подождите, Роза, одну секунду. Секундочку, подождите, Роза, не зови. Я не хочу вот за глаза говорить про Ольгу, но она все равно это увидит. Было даже, знаете как, несколько лет назад Ольгой было сказано, что попробуй только, если там с кем-то, с какой-нибудь, ну, женщину там на букву Ш назвали, там, заканчивается на лава, да, попробуй только с какой-то шалавой там завести ребенка, я тебе жизни не дам. А я хочу еще отцом стать. И вот последние 5-6, я не могу нормально свою личную жизнь устроить. Все, теперь я поняла. Я не могу свою личную жизнь устроить, я удивляюсь вообще тому, что вы мне начали променять. Ну вот вы решили же. Идите. Я извиняюсь, конечно, что я про Ольгу наговорил, но я не могу, потому что в мой адрес, ну, совсем несправедливо все здесь звучало. Ростуслав, проходите. Может, сюрприз? В глубокой деснине Дарьяла, где роется Терекс в омгле, Старинная башня стояла на черной, при черной скале. В той башне, высокой и томной, Ольга царица жила, как ангел небесный прекрасно, как демон коварной зла. Десятку. Спасибо. Проходите в свою комнату. А где эмоции? Эмоций нет никаких. Где эмоции, скажи мне? Психи считается эмоцией, нужно плакать. Тут мне сорока на хвосте принесла, что это вы Юру в покое не оставляете. Это новость для меня. Да? Поэтому он пришел сюда, и поэтому он в таком счастье за кого-нибудь вас уже выдать замуж наконец-то. Ну, это новость для меня. Честно говоря, я первый раз такое слышу. Почему я не слышу такое в глаза? И как вы посмотрите в лице, как вы изменились прямо, да. Может быть, про ангела и демона тоже все не просто так? Почему мне это было не сказать, что я не нуждаюсь в тебе? А за семь лет? И не ходи ко мне. За семь лет пальцем до вас не дотронулся. Да это... Чего ждала? Семь лет он приходил, отбывал каторгу, чтобы с сыном побыть у вас на глазах. Я не знала, что это каторга. Семь лет? Конечно. Зачем? Немилая, нелюбая баба. Есть ребенок. Это вы чего-то ждали и себя берегли. А для него это было наказание, потому что боялся со своей женщиной любимой мимо вас проехать, что вы его увидите, устроите скандал, позорище вот этого не оберешься. Я не устраиваю скандал. Никогда. Устраивали? Не устраиваю скандал. Отпустите сейчас? Он свободен. Да он еще пять минут назад был не свободен. Вы к нему как к бабе варежке. Вот этот пришел за меня, вот этот вот тебе... Отстаньте от него. Ладно? Я могу попросить того же? Да, конечно. Ой, он мечтает об этом. Оль, я за. Это не значит, что там ты забудешь номер телефона, это не значит, что у нас сына общего не станет. Нет, а зачем? Послушайте, вы в следующий раз встретитесь на свадьбе у сына, вы со своей женщиной, вы со своим мужчиной на свадьбе. Или когда он получает, будет диплом о высшем образовании. Все, вы отдельно, вы друг другу не родственники, вы друг другу никто. Дайте возможность быть друг другу счастливыми. Оль, как-то все по-другому получается так. Ну хорошо, а тебе Роза понравился? Не, мне Ростислав понравился. Я считаю, вот я Ростика не дам, сразу могу сказать, извиняйте. Он молодой, никого еще не, детей нет, собственно говоря, никакого этого, поэтому не надо. У него девушки помоложе есть, пусть без прошлого, не нужно. Я думал, покорил-то ее сердце, Ростислав. Просто разорвался в клочья. Тигр. Муж мешал, вот муж сидел и мешал, только. Интересная персона, двойственная. Родился в день рождения Лермонтова. Поэтому представите, Тамару здесь переделал стихотворение. И вы знаете, меня поразило, что он прочитал вот это стихотворение, адресовав его, соответственно, вам, и задел вот эту тему про ангела и демона, действительно. Потому что за спиной у него черная луна, как бы стоит вот все время. Какие-то коварные ситуации в жизни поджидают, несмотря на то, что он человек авторитетный. Тамар, так он адресно прочитал, десятку. Да, так вот послушай, он точно так же, как вы. У него в седьмом доме, что касается брака, у вас свободная позиция, у вас должен быть свободный дом и свободный брак. И у него точно так же. Это человек с другой стороны, такой же, как ваша рыба. Но он гораздо сильнее. Это его скрытая сторона. Понимаете? Вот так. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. А пока реклама. Знакомьтесь с сектаром Дженнику. Здравствуйте, Ольга. Мне очень приятно с вами познакомиться. Мне бы хотелось в вашем лице, я немножечко волнуюсь, потому что вы ошарашили своей красотой. Вы выглядите замечательно, вас видна, так как я из-за границы, стать русской женщиной. Большие глаза, миловидные черты лица, хорошая фигура. Я надеюсь, что все у вас в жизни будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Денис, 44 года. Владелец строительного бизнеса. Гордится тем, что построил дом у озера в заповедной зоне Латвии. Мечтает о двоих детях. Денис признается, что к своим годам он собрал целую коллекцию ярких романов, но так и не встретил настоящей любви. Надеется, что с Ольгой он создаст крепкие отношения. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Мы вам рады. Вам 44 года. Неужели до этих лет так и не встретили одну единственную большую любовь? Ну, так как я сижу перед вами, получается так, что действительно не то, чтобы я не встречал никого, но вот так, чтобы встретить и остаться, такого не случилось. А цветочки даже не будете? Нет, это для красоты. Я не смею перебить, но вообще, если вы позволите, я отвлекусь... А как вы считаете, что мы скажем, не позволим? Ты смотри, это бывший рецидивист. В основном его лицо. Нет, в основном это лицо. Но он конкурент, он получше, чем первый вообще. Это бандит, бывший бандит. Вы сюда пришли действительно с какой-то серьезной все-таки целью? Или он вообще на поле чудес собирался? Ну, там просто уже вариантов не было. В это время мы писали программу, он думает, дай зайду. Ну, вы бредите, Оль. Ну, конечно, серьезно пришел на программу. Ну, я думаю, ты лучшая кандидатура. Я лучшая? Ты москвич с квартирой, с машиной, с деньгами. Ты знаешь, с другой стороны, сердцу не прикажешь. Последние пять лет я как раз не поддерживаю совершенно ни с кем отношения. Как и вы. И коплю ту энергию, как раз, которую я готов буду подарить и отдать в будущем. Роза, у него Марс, Водолей, может быть, ты? А, то есть, значит, вы прямо вот в воздержании. Да, в этом смысле, да. А что, а крышу не сносит? Что пьете? А что, меня сносит. Вы что пьете, посоветуйте. Я живу в Юрмуле, а не в Риге. Этот соленый воздух и шелест сосен умиротворяет. А, то есть, вы гуляете. И вас, Юрий, никак не смущает рядом с Ольгой? Меня смущает любой мужчина рядом с женщиной, которая мне нравится. Правильно, молодец. Правильно говорите? Мне кажется, он туску прожил свою жизнь. Да, туску и однообразно. Судя по его лицу, у него не было удовольствия в жизни никаких. У вас осталось два бодуса. Семейная тайна и скелет шкафов. Скелет шкафов. Мне кажется, такого мужчины не может. Может, не надо? Нет, 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 нужно. Надо? Да. Нет, как Юра скажет. Нет, это скажу я. Дружба. Лариса, надо. Ну ладно. Это что? У меня криминальное прошлое. О, ну я стекался, он бандит. Вот, вот его. Я стекался, он бандит, понимаете? Ха-ха-ха-ха, я бандитов сразу вижу. Это было начало 90-х, молодость, драка, неуемность характера. Люди оказались в штатском служителе закона, но положительные характеристики с места учебы, незапятнанная репутация и так далее, все дело перевело в административный порядок, то есть и на этом история закончилась. Денис, покажите сюрприз. Мне кажется, ты в этом свете выглядишь лучше. В свете приключений? Ну, у тебя чистая история. У меня чистая история, скучно. Нет криминального прошла. Предтеча тем событиям, которые чуть не привели к заключению, была работа в баре. Я бы хотел предложить для вас небольшой коктейльчик здоровья. Для этого мы будем использовать только натуральные соки. Ой, а красиво получается. Вообще, в идеале он называется светофор. Я не знаю, получится ли у меня непосредственно сейчас. Все-таки руки, находясь рядом с такой красавицей, немножко подрагивают. Ага. Молодец. Я предлагаю выпить на Брендершарте. О, на Брендершарте? Да, конечно. Спасибо. Я думаю, он маньяк. Он специально такой сюрприз придумал, чтобы... Ее поцеловать, да? Да. Я тоже прочувствовал, посмотрел, конечно. На мой взгляд, Лариса, персонаж такой... Денис. Да, достаточно сложный. Они чем-то похожи вот в своей вот этой вот ракушке. В экзальтации, вот в такой замороченности, в придумках. Мне кажется, что все-таки сложновато будет... Сложновато, а не наоборот? Просто вряд ли. А тогда кто ей подойдет? Какой? Такой же дурак, как и вы? Ну, как вариант, если... Чувствуется, что она все-таки любит и хочет его. Она может быть и готова нырнуть в новые отношения, но новые отношения для нее темный лес. Роза, а тебе это понравилось? Мне, Денис, нравится. Ну, тебе имя, во-первых, нравится. И прихмахером работал, и архитектором, и дом построил. Ну, любит себя, поэтому детей нет, жены нет, поэтому развивает. Ну, приятно смотреть, вообще все так манерно, да. Ну, что вы в этой жизни видели? Ничего. Вот хоть посмотрите, как люди живут. Тамара, а тебе Денис? Денис, конечно, лев. Я бы сказала, у него все время противоречия. Вот между свободой, которая ему нужна, очень сильно нужна, и между желанием найти свой идеал. Знакомьтесь с третьим женихом. Удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Я слышал, что вы хотели поехать в Америку, и я, кажется, оттуда. О, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил, 48 лет. Автодилер. Увлекается мотоциклами, играет на контрабасе и гитаре. Любит путешествовать дикарем. Гордится заработанным благосостоянием. Признается, что живет в свое удовольствие. Предупреждает, что не расстанется со своей музыкальной группой. На протяжении 20 лет жил с супругой в Америке. Но с каждым годом стал убеждаться в том, что ему все больше хочется сбежать и от жены, и из страны. Надеется, что с Ольгой ему будет комфортно. Здравствуйте, братишки. Это, конечно, надо быть очень уверенным в себе, чтобы вот с такой брателой-то явиться на сватовство. А у брателы просто все хорошо, поэтому... А не важно, что хорошо. Здрасте. Как будто мы косяка даем, только на тех, у кого плохо. Мы смотрим, у кого хорошо. Смотри, приехал из Америки и перевез с собой Эллиса Пресли. Живого просто. Только в молодости. Ну, это ж смешно. Миш, как вы в Америке оказались? Ну, меня тогда вызвала мама в 90-х годах. А уехал у нас с женой или? Нет, один. С женой я познакомился в Москве. Потом вызвал ее туда. Через год, да. А ты дыне учится? Детей сознательно не хотели рожать? Ну, как мы родили через 8 лет. Взрослый ребенок? Да, ребенка-то 17 лет. Видно, что человек отягощен пребыванием за границей, немножечко смотрит на ситуацию со стороны. Непонятно, заинтересован он невесте или нет. Оленька, а я вот все-таки выпустила момент-то. Нам бедный нужен или все-таки с деньгами мужчина? Ну, потому что еще годок и вот Юрасик уже не будет ничего вам давать. Просто нужен нормальный, адекватный мужчина, который будет мне все в глаза говорить, а не за глаза кому-то. Ну, Оля, добавь, что не сантехник, в любом случае человек должен быть не голодный. А образования у вас нет, вы работаете риэлтором. Какая зарплата? Ну, я не могу конкретно. Маленькая, съемная квартира. Нет, я снимаю побольше, потому что... Ну, я поняла, а откуда такие аппетиты-то? Какие аппетиты? Нормальные аппетиты? Ну, большие, нет. Вот у меня девчонки молодые, без детей, без всего. А ты к чему это? У нас же не нищеброд сидит, у Миши все торопит. Да, вот я смотрю, за свои деньги, а Мишка правильно живу как хочу, потому что сработала. Так у него хорошо все. Хорошо, но он говорит, любите мой ансамбль. И я буду любить его ансамбль. А, Миш, а свадьбу будешь играть? То есть прямо официально? Ну, в 48 лет. Это не обязательно, может так. Ну, а у нас она ни разу не была. Если захочешь, можешь играть. Слова до сих пор у меня в ушах звенят. Думаю, зачем я? Лучше я бы оглохла тогда на это ухо. А что я сказала? Ты сказала, говорит, четыре раза замуж выходила, а платья-то свадебного не было. У меня нет. Вот, а я вот, я с дурой взяла и себе это, свадебное платье. А наша невеста ни разу в платье не одевала. Я тоже не разу. Мне теперь говорят, Валер, возьми меня хотя бы по наружке замуж. Я у тебя в индейское... Все-таки должна быть индейское лето. Можно, если захочешь, конечно. Как ты думаешь, достойная кандидатура? Ну, я считаю, нет недостойных конкурентов. И никогда нельзя недооценивать противника. Скажите, пожалуйста, вам нравится, Ольга? Ничего не пугает? Нет, это нормально. Круто. И мне вы нравитесь. Хотите узнать семейную традицию? Это единственный бонус, который остался. Есть такая? Да, раз в год обычный. 31 декабря? По старинной традиции мы делаем, я делаю, рецепт, который передавался от дедушки, от папы, от мамы. А ну-ка, 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 это интересно. Это фаршированная рыба. Да ладно! Карп, который фаршируется сам собой. Да ладно! Вы принесли сырую рыбу нам. Ну, я буду сегодня вечером делать... А, я думал, уже готовую, и думаю, а где вилки, ножи и салфетки? Да. А хорошо, а булочку в молоке или мацу? Нет, без этого, да. Без мацы и без булки? Без булки даже? Ну, как в жиле, она фарширована. Да! Хорошо, покажите тогда сюрприз уже. Рыба имеет замечательный запах, то есть интересно, как это все будет происходить. Ой, как Валерка понравилась! Господи, неужели у меня больше ни одного индейца в жизни не случится? Только его не Валерка, а Мишка зовут. Мишка – это жених, а Валерка – это индейец. И понравился мне не жених, а индейец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи!